Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. Ну а это видео о животном, рыбе, рыба-кабан. Или ее еще называют рыба-кабан Ричардсона. Это вид лучеперых рыб и семейства вепривых. Распространены в умеренных водах всех океанов Южного полушария. Максимальная длина тела 56 сантиметров. Впервые этот вид рыб был описан в 1844 году английским врачом, зоологом и естественным испытателем Эндрю Смитом, жившим в 1797 по 1872 год по образцам из типового места обитания Экеллпойнта. В течение длительного времени данный вид помещали в рот пседопекантерац. Позднее на основании исследования скелета мускулатуры было установлено, что пседопекентерос является синонимом пентакерос. Видовое название рыбы-кабан дано в честь шотландского ботаника, врача, ихтеолога, естественного испытателя Джона Ричардсона, жившего в 1787 по 1865 год. У рыбы-кабан тело продолговатое, довольно высокое, сильно сжато с боков, покрыто мелкой ктиноидной чешуей. Высота тела укладывается около трех раз в стандартную длину тела. Голова умеренной длины 29-36% стандартной длины тела, покрыто грубыми костями, исчерченными поперечными полосками. Профиль рыбы прямой, но у крупных особей окончание рыла закругляется и принимает форму луковицы. Глаза умеренной величины, их диаметр в 3-4 раза меньше длины головы. Рот небольшой, немного косой, зубы на обеих челюстях очень короткие, немного загнутые, расположены узкими рядами с сужающимися по бокам челюстей. Есть зубы-насошники. На первой жаберной дуге 20-23 жаберных тычинок, из них 5-7 тычинок на верхней части дуги и 14-15 тычинок на нижней части дуги. В спинном плавнике 14-15 жестких и 8-9 мягких лучей. Основание колючей части плавника намного длиннее основания мягкой части. Четвертый колючий луч самый высокий. Последний колючий луч короче мягких лучей. В анальном плавнике 4-5 колючих и 7-8 мягких лучей. Колючие лучи плавника направлены в разные стороны и могут убираться в бороздку. Второй колючий луч самый длинный. Грудные плавники длинные, островершинные, 17-18 мягкими лучами. Верхние лучи намного длиннее нижних. Крупные брюшные плавники расположены позади грудных плавников. В них один сильный колючий и 5 мягких лучей. Хвостовой стебель короткий. Хвостовой плавник с небольшой выемкой. Боковая линия изгибается вверх над грудными плавниками, следует за верхним профилем тела, затем плавно понижается и проходит посередине хвостового стебля. В ней от 70 до 89 чешуек. Позвонков 26. Большая часть тела взрослых. Особерый быкабан, переливающегося темного стального голубого цвета. Нижняя часть тела и брюхо от серебристо-серого до серебристо-зеленого цвета. Грудной и хвостовой плавники темные. Брюшные плавники бледные. У молоди верхняя часть тела с бледными линиями и пятнами. Максимальная длина тела 56 см. Рыбы-кабан морские придонные рыбы. Обитают над внешним краем шельфа и континентальным склоном. На глубине 1000 метров. Часто встречаются в окрестностях подводных гор, хребтов и возвышенностей. Взрослые особи предпочитают глубоководные зоны. А молодь обнаружена даже поверхности воды. В состав рациона входят оболочники, грибневики, медузы и креветки. Нерестятся они в зимнее время. Рыбы-кабаны распространены в умеренных водах всех океанов Южного полушария. Тихий океан, Южная Австралия, Новозеландия, Южная оконечность Южной Америки, Дамысогорн, Индийский океан, Восточное побережье Южной Африки, Атлантический океан, Китовый хребет, Западнокапская провинция, Острова Тристанда Куния. Рыба-кабан имеет промысловое значение. Мировой вылов в начале 1990-х годов превышал 1200 тонн. В 1990-е годы ловили преимущественно Украина и Россия. Промысел ведется донами и придонами пилогическими тралами. Мясо обладает высокими вкусовыми качествами. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!